Здравствуйте, дорогая публика! Вот я хотел бы поговорить вот о чём. О том, как действует закон семерного тяготения на различных расстояниях. Ну вот, вообще говоря, постоянную, постоянную вот эту гравитационную постоянную определили в экспериментах на таких макроскопических расстояниях. А вот как она будет работать на микроскопических расстояниях? То же самое будет или нет? Вот интересно ничего. Ну давайте попробуем на эту тему поговорить. Закон всемерного тяготения Айзека Ньютона выглядит следующим образом. Между телами действует сила, которая пропорционально, пропорционально, этот кэффициент пропорциональности, произведению массы этих телом 1 на М2 и делить на квадрат расстояния между телами. R квадрат я написал. Вот эта вот величина, G, как определено было в экспериментах, равняется 6,67 на 10 в минус 11 степени. Соответствующих размерностей каких? Должны получиться ньютоны. Правильно? Должны получиться ньютоны, ньютоны. Лишними у нас являются 2 раза килограммы, килограммы квадрата. И вот тут внизу у нас торчит еще метры квадратные. Метры квадратные. И мы вспомним, что такое ньютон. Это килограмм на метр в секунду в квадрате. Еще на метр в квадрате умножить. Еще раз делить на килограмм в квадрате. Что получится? Кубический метр на килограмм и на квадратную секунду. Так, килограмм и метр в секунду в квадрате. На квадратную секунду. Да, на квадратную секунду. Секунду в квадрате. Это килограмм. Вот. Значит, как это впервые было измерено еще в старые времена, в 17 веке, связывают обычно это измерение с именем Кавен Диша. Дело делалось так. Брался большой, два больших шара. Они были тяжеленные шары. По-моему, 180 килограмм примерно. Ну, я потом скажу поточнее. 180 кг. Свинцовые шары. Кстати, диаметр 203 миллиметра. Узнаете, да? 203 миллиметра это... Сколько дюймов-то получается? 10 дюймов это 20... Да, это получается 8 дюймов. 8 дюймовые. И тут на коромысли подвешены два шарика по 0,7-0,8 кг. Это уже где-то 2 дюймовые шары. И вот они так вот подвешены здесь на упругой проволоке. Проволока, которая вращается, да? И вот у неё коэффициент упругости зависит от угла поворота, да? Понимаете, возвращающая сила действует. И вот тут действует некая сила. Зеркальце, само собой. Падает луч света, отражается. И мы тут видим колебание этого коромысла, да? Коромысло колеблется. Ему надо толкнуть. Оно будет колебаться вот в этих вот условиях. Их сюда тянет, да? Возвращает сила в нормальное положение, да? Как вариант был другой. Это уже гораздо позже поставлено. То же самое коромысло. Висит на кварцевой уже нити. То же самое зеркальце. И тот снизу поднимает два массивных шара. Они даже тяжелее, чем вот эти 180 килограмм. Их поднимают снизу. И этот самый коромысло поворачивается. Вот этот поворот коромысла фиксировался. Так вот, я вам сейчас расскажу про опыт из самых последних, так сказать, времён. Именно несколько лет этому эксперименту. Эксперимент делался с телами исключительно маленького размера. Дело в том, что это были маленькие капельки золота. Шарики золотые. Шарики золотые. Каждый шарик имел диаметр 2 миллиметра. То есть радиус 1 миллиметр. Вот давайте прикинем, какой был объём этих шариков. 4 третьих πr куб. То есть это получается приблизительно 4 кубических миллиметра. Миллиметра кубических. Или миллиметр кубический. Это сколько у нас получается-то? 10 на 10 на 10. Однотыщная кубического сантиметра. 4 на 10 минус 3 сантиметра кубического. Если это перевести в граммы. 1 кубический сантиметр золота весит 19 граммов. Это я помню с детства. Значит 19 граммов делить на 1000 будет 19 миллиграммов. И умножить на 4. 76 миллиграммов. 76 миллиграммов. Ну то есть приблизительно это получается так. Грамм это однотыщная. Миллиграмм это одна миллионная килограмма. Значит 8 на 10 минус 5 килограмма. 8 на 10 минус 5 кг. Вот такое вот замечательное тело. Такой вот замечательный вес. Значит как фиксировать? Это целая песня. Видите ли в чём дело? То же самое коромысло. Тут и тут вот эти две капельки золота. А с одной стороны есть ещё одна капелька, капелюшечка золота, которую двигают то сюда, то сюда. То сюда, то сюда. Период, между прочим, движения 80 секунд. Порядка 80 секунд. Вот период этого движения 80 секунд. Сколько это будет герц, между прочим? Значит герц это колебание в секунду. Ф. Сколько колебаний в секунду? Единица на Т. Значит единицу делить на 80. О, это одна десятая. Это... Одну десятую делить ещё на 8. Это будет... Это уже сотые будут. 0,0125. Правильно я понял? Нолик сюда и тут идиничка. Да. Вот столько вот. 0,125 герца. Вот он. 12,5... Так, 80 секунд. Правильно я посчитал? Одно колебание за 80 секунд. Это одна десятая. И одну десятую на 8 поделили. Да. Вот такая вот была частота. Это 12,5 мили герц. Да. Если так говорить. Вот она. 12,5 мили герц. Вот такой вот период колебания. Естественно, было предложено много усилий, чтобы убедиться, что эти шарики не электролизованы. Электролизация, электрические взаимодействия гораздо сильнее гравитационного. Тем более на таких расстояниях. Вот. Они ещё будут друг друга поляризовать, что-нибудь такое творить. Нет. Всё это было убрано. Всё это происходило в вакууме. Да, в вакууме происходило. И что же получается? Думаете, будут колебания? Сила-то слабенькая и прислабенькая. Колебаний не будет. А будет вот что. Будет некий хаос. Вот это вот подвешено коромысло. И оно, в принципе говоря, живёт в условиях постоянного возмущения. Там где-нибудь на кузнечной прессовом цехе что-нибудь бум по земле ударило. Где-нибудь далеко-далеко на другом конце земного шара сдвинулись пласты. Этого самого континентальной плиты. И пошло, значит, сейсмические колебания прибежало. Да, гейминг проехал автомобиль не так далеко. Вот это всё колебания. Дают целый спектр колебаний. Я сейчас попытаюсь вам нарисовать этот спектр и показать их амплитуды. Тут видно ещё? Видно. Вот смотрите. Вот это вот частоты и амплитуды. Частоты и амплитуды. Амплитуды, речь идёт о нанометрах. Нанометрах. Вот тут вот на колебаниях совсем маленьких частот. Это порядка 10 нанометров. 10 нанометров. Шкала будет логарифмическая. Здесь вот пик. Сотня нанометров. Отключение. Отклонение. Сотня нанометров. Вот где-то здесь вот на частоте, как раз той самой нашей частоте, 12,5 мГц. Вот. Здесь такой общий фон, да, составляет примерно 1 нанометр амплитуда отклонения. Нанометр. Но здесь пик. И ещё одна частота. 25 мГц. Это в два раза больше. То есть вторая гармоника. Здесь тоже. Здесь должно быть бы было 0,1. То есть 1 ангстрем. 0,1 нанометра. 1 ангстрем. Представляете? Это размер атома. Размер атома водорода. И тут вот он, значит, доходит до нанометра. Ещё один спик. Нанометр. И вот фиксируя вот это вот измерение такие проводя, вот и было оценено, зная вот эти вот амплитуды, как они там считали, я не знаю. Подробно не могу рассказать. Они определили вот эту вот константу. Она оказалась очень близка. Ну, думаю, что она... Я вот казал очень приблизительно. Она сейчас известна гораздо точнее. Где-то там споры идут в четвёртом знаке. У неё там то ли единица, то ли шестёрка в четвёртом знаке. Этим все возмущены. Что-то всё же никак не можете установить эту величину. Я просто хочу, чтобы мы с вами оценили, насколько это взаимодействие было слабым. Вот давайте прикинем. Вот есть у нас два тела величиной с Землю. Матушка Земля. М Земли. М Земли. Знаете, сколько массы Земли? Сейчас скажу. У меня тут записано. 6 на 10, 24 килограмма. 6 на 10, 24 кг. Наш этот шарик несчастный имеет массу, как я уже сказал, где-то порядка 8 на 10, минус 5 кг. 8 на 10, минус 5 кг. Надо сказать, что амплитуда вот этого перемещения оставляла примерно 3 миллиметра. 3 миллиметра. И расстояние между шариками, между центрами шаров, составляло примерно 2,5 миллиметра. То есть 2,5 миллиметра это получается 2,5 тысячных метра. 2,5 тысячных метра. f был 2,5 на 10 в минус 3 метра. Это вот такое было расстояние. Давайте сравним эти силы, которые действуют, скажем, между двумя планетами, величиной и массой Земли, находящимися на больших расстояниях. Значит, Земля имеет соседкой такую планету, которая примерно равна массе Земли. Это планета Венера, но она очень далеко. И на орбиту Земли, на ее движение в мировом пространстве, в основное влияние оказывает Солнце, которое еще дальше, чем Венера. Но оно гораздо массивнее. И вообще говоря, вот в этой задаче многих тел, знаете, такое слово здесь, задача трех тел, но это задача многих тел, на Землю, конечно, влияет все планеты Солнечной системы. Так же, как и Земля повеляет на все планеты Солнечной системы. Вот. Но вот пренебрежим много. Итак, у нас две планеты величиной Земли находятся на некотором расстоянии. Вот мы хотим прикинуть, на каком расстоянии это находится. А тут у нас два шарика. Вот такая вот масса находится, вот на такусеньком расстоянии. Ну, давайте прикинем, на каком же расстоянии должны находиться две планеты величиной Земли, чтобы взаимодействовать с такой же силой, как вот эти два золотых шарика. Сюда понес, сюда понес. Значит, масса Земли, так, в квадрате, умножить на R квадрат и на массу шарика в квадрате. Так, ну что там, масса Земли 6 на 10, 24, радиус 2,5 на 10, минус 3, и масса шарика 8 на 10, минус 5. И все это не забыть возвести в квадрат еще, да, нам нужно будет. Так, что же мы тут имеем? 6,8, сократить легко. Это получается 3 четверти, 3 четверти, 3 четверти, 3 на 12,5, получается 7,5, и делить на 4 примерно двойка. В квадрате это будет четверка. Так, что здесь у нас? А, нам не нужно квадрата возводить, двойка. Мы же потом возвестим, и все. Двойка. И что тут у нас в метрах получается? 24, 20, 10, 26 степени метра. 10, 26 степени, вот, метра в квадрате. Значит, радиус, вот такой вот, 2 на 10, 26 метра. Мы не привыкли, когда говорим про такие расстояния, называть это в метрах, километрах, в милях, дюймах. Мы говорим о световых годах обычно. Так, один световой год. Один световой год. Примерно 10, 16 метра, чтобы проще было. 9,5. Один световой год. Это будет 9,5 на 10, 15 метра. То есть это получается у нас, примерно здесь 16, это получается 2 на 10 в 10 степени года светового. Это получается 20 миллиардов световых лет. 20 млрд световых лет. То есть это расстояние, которое, ну, трудно с чем-то сравнить. Это, в принципе говоря, расстояние до границы, видимо, части Вселенной, даже больше. Вот. Тут какое ничтожное взаимодействие удается тут уловить. А вот давайте прикинем, а какому такому взаимодействию соответствует взаимодействие в случае весов Кавендиша, да? Вот массы у меня есть у Кавендиша. Кавендишские массы. И две массы. М1 и М2. Так, М1. По-моему, 180. Сейчас скажу. 158 килограммов. Ну, давайте писать 160. 160. Второе. 730 граммов. Давайте писать 800. 0,8. КГ. КГ. Так. И расстояние было 23 сантиметра. Они, шарики, были очень близки. Амплитуда колебаний маленькая. 23 сантиметра. Значит, 0,23 метра. Вот это вот R. 0,23 метра. Ну, так. Давайте прикинем, как там было дело. Значит, R квадрат. Это расстояние, на котором с такой силой Земля взаимодействует с планетой. Масса Земли где-то далеко. Значит, что здесь у меня? Масса Земли в квадрате. R квадрат. Вот этот вот. И делить на M1 и M2. Придется извлекать квадратный корень. Так. Масса Земли в квадрате. 36 на 10 в 48-й. Это я вот эту величину в квадрат вызвал. Вот эту. 36 на 10 в 48-й. Так. R квадрат. Так. 0,23. 0,23 примерно 1 четверть, да? То есть примерно 1 четверть в квадрате примерно 1 шестнадцатая. Вот тут разделю на 16. Так. M1 и M2. 160 килограммов. 16 на 10. Так вот я предусмотреть-то напишу. 16 на 10. Ищем 2. 0,8. 0,8. Вот. Ну, наверное, я 16 на 10 вот из-за того, что буду с удовольствием сократить, написал, да? 36 на 8. Это будет 9 в 2. 4,5. 4,5. 4,5. Делить на 256. Это 16 в квадрате. И здесь у меня ещё 10 в 48-й степени. Так. 1,256. Это примерно 4 тысячных, да? 4 тысячных. Что тут у меня тогда получается? 18, да? Вот это на 4 придётся умножить 4 тысячных. 18 на 10. В какой там степени-то? В 45-й степени. Так. 1,8 на 10 в 46-й степени метра квадратного. Извлекая корень квадратный, R получается... Корень квадратный за 18 примерно 1,3, да? Где-то 1,3. Ну, с чем? Может, 1,35. 1,3 на 10 в 23-й степени метра. 10 в 23-й степени метра. Как видите, это гораздо меньшее расстояние, чем вот в опыте с золотыми шариками. Значит, оно примерно в тысячу раз меньше, да? То есть не 20 миллиардов световых лет, а 20 миллионов. То есть речь будет идти о галактике, которая раз в 20 дальше от нас, чем туманность Андромеды. Ближайшая галактика. Вот. Ну, вот прочувствуйте, сколь сильно выросла точность измерения. Сколь чувствительней стали приборы, которым человечество пользуется. Сколь это велико и здорово. Правда? Вот меня это вообще потрясает, честно говоря. Я вот так поэтому вам... Поэтому я вам про это и рассказываю. Вот такие точные физические эксперименты. Кстати говоря, этот эксперимент вполне себе можно назвать метрологическим, потому что тут определяется очень важная константа мировая. Вот это вот гравитационная постоянная. Точно важная величина. Важно, что она практически не отличается на расстояниях вот этих вот миллиметров, которые были от расстояния на сантиметра, да? То есть там было 2,5 миллиметра, а здесь 2,5 дециметра. Это значит 200 с лишним. Ну, в 100 раз. Видите, вот расстояние уменьшили в 100 раз, ничего не изменилось. Ну, нас, конечно, интересует, а как это будет, когда расстояние увеличивается в сотни раз? Это сложнее. Потому что тут мы вынуждены переносить наше представление вот этой гравитационной постоянной на расстояние межпланетное и межзвездное. Естественно, это очень далеко. Да, большая экстраполяция. Может быть, это неверно. Но там действуют свои законы. Законы связаны с тем, что преодолевая гравитационное поле, квант света теряет свою энергию. Он краснеет, да? Покраснел из-за кванта света. Более того, время идёт с разной скоростью. Вот время, например, на первом этаже идёт несколько... Что оно идёт? Оно идёт медленнее, чем на где-нибудь чердаке. И вот, вообще-то говоря, установка двух атомных часов. Одно на первом этаже какого-нибудь небоскрёба. Другое на самом верхнем. По-моему, этот опыт делался на токийской телевизионной башне, если не ошибаюсь. Это заметно спутники, то же самое. Всё это позволяет быть уверенным, что и на тех масштабах тоже время течёт. Ну, не время течёт, а вот гравитационная постоянная такая же. Хотя там, конечно, точность измерения гравитационной постоянной. Она вот по-другому делается, не весами Ковендиша. А здесь практически весы Ковендиша используются. Ковендиша, да? Как там? Я ведь по-английски-то ещё был... Я ещё в то время учился и становился, так сказать, знающим своё дело человеком, когда Ньютона звали Ньютон, когда было распределение Вилкоксоса вместо Вилкенсона, был у нас критерий Дурбина-Ватсона вместо Дарбина-Отсона. Ну, что, ударение поменялось, а жизнь-то осталась всё той же. Вот, ну, житие моё. Постарайтесь поддержать моё житие. Внизу для этого есть реквизиты. Я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Собственно говоря, это вот такой способ просить милостыню. Как вот, знаете, есть уличный художник, рисует цветными мелками картину на асфальте, а ему подают деньги, да, или сидит и играет на саксофоне. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вернее, он стоит так же, как я. Пам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А ему колоколки бросаются рубрики, десяточки, соточки. Ну, вот такие дела. Так что, жду от вас поддержку. Всего доброго. до свидания всех вам благ